Мы с Лидией гуляем, мама дома занимается, мама скрипач. Ну вот гуляю я с маленькой Лидией, даю Анне немножко время позаниматься. Дело в том, что моя жена музыкант. Это для меня не сюрприз, я это сразу знал, когда мы только с Анной познакомились. Как раз это очень важный момент в нашей жизни, это то, что меня даже привлекло, поскольку я большой любитель серьезной музыки, большой любитель классической музыки, а моя жена профессиональный музыкант. Лидия, ты куда пошла? Лидия, не уходи, не уходи. Мама играет. Это такой бесконечный творческий процесс. Вот я гуляю с Лидой, а в голове я занимаюсь. Я пою кантабель и погонение, который сейчас учат один из моих учеников, и мне нужно его зажечь этой музыкой, помочь с трактовкой со всем. Я обдумываю какие-то технические вещи. Это очень интересная штука. Дело в том, что музыканты живут несколько по-другому, чем обычные люди. Да, вот в то время, когда мы занимаемся с инструментом в руках, это только, так сказать, цветочки, листики. Основная вся работа происходит совершенно в другое время. Я много лет не играла на инструменте. Я работала экскурсоводом, паломническим гидом в Израиле. До этого работала педагогом по английскому языку. Много лет так сложилась моя жизнь, что я была оторвана от скрипки. Но, когда три года назад я взяла инструменты и опять стала входить в форму, здесь уже в Северной Ирландии, я вдруг поняла, что никакого перерыва-то, в общем-то, не было. Потому что в голове я постоянно продолжала заниматься. Я жадно впитывала, как губка, все звуки вокруг себя. И намазы, и пение паломников из разных групп, и звуки разной иностранной речи. Для музыканта все вдохновение, все перерабатывается, вот этой внутренней лабораторией превращается в музыку. И я тоже самое пытаюсь объяснять своим ученикам, что если вы будете заниматься только в момент, когда вы занимаетесь на инструменте, и потом будете думать, «Ох, я занимался 30 минут, ну или даже там 3 часа, всё, я своё дело сделала, могу теперь гулять смело», вы глубоко заблуждаетесь, думая, что что-то из этого получится. Потому что если вот эта внутренняя музыкантская лаборатория не работает, если в вашей голове нет образов точных историй и подробного знания этих историй, которые вы будете рассказывать, также если в вашей голове нет чёткого понимания, как и чем вы будете делать, те или иные задачи выполнять, да, музыкантские, то ваши занятия будут малопродуктивными, если не совсем бесполезными. А, вот давай тогда себе представим, что вот ты взлетаешь на самолёте, и ты хочешь, чтобы зрители сейчас взлетели вместе с тобой. Вот это взлёт, взлёт, взлёт. Тейков, поехали дальше, летим, летим. Ну вот здесь главная трудность любого педагога-музыканта в наши современные дни заключается в том, что фантазия у нынешних детей развита, мягко говоря, не очень. Я не говорю сейчас об особо одарённых детях, это совершенно другой случай, но вот у среднестатистического ребёнка с какими-то музыкальными способностями, как правило, хромает вот как раз фантазия. Потому что соцсети, бесконечное просматривание бездарных совершенно произведений в ТикТоке, Ютьюбе, ну, компьютерные игры, мультики, которые сейчас создаются миллион в день, лишь бы покупали, да, всё это не развивает фантазию. Вот даже вот просто гулять по улице, смотреть на крыши, фантазировать там, я не знаю, о полёте вот этой птички за окном, они же этого ничего не делают. То, что раньше делали дети от скуки, они сидели у окна или около порога дома там своего, да, и вот смотрели на улицу, думали, мечтой улетали в какие-то другие страны вместе с пиратами там на корабле путешествовали. Ну, в общем, приходится приспосабливаться. Вот у одного ученика оказалась любимая компьютерная игра. Это симуляция полёта на самолёте. Ну, и вот так родилась новая трактовка «Контабель и погонение» – «Полёт самолёта». Что это такое? Почему оно здесь? Вот это «Си» – она какая? Она про что? Может быть, это знаешь, ты в самолёте летишь? Может быть, ты взгляд бросил? Там какая-то долина, ты засмотрелся. А может быть, самолёт вдруг начал немножко вниз у тебя, и ты так испугался? Потому что эта «Си» – она должна вызвать у зрителей такое чувство, чтобы под ними стул провалился. В отличие от, допустим, литературы или театра, кино и другие виды искусства, музыка – это, конечно, невероятная вещь. Потому что, когда слушаешь серьёзные произведения, ты на самом деле погружаешься во внутренние жизни, абсолютно во внутренние эмоции, воображение, состояние душевное другого человека, который уже не в живых, или который в живых, но живёт совсем в другом месте. И это потрясающий опыт. Потому что, допустим, если я читаю романа Фёдора Михайловича Достоевского или «Стихи Пушкина», да, я погружаюсь в его мысли, эмоции и так далее. Но музыка даёт очень тонкие даже движения души, которые, на мой взгляд, невозможно передать в других видах искусства. И как жалко будет, если не будут уже людей, которые могут производить эти состояния, производить эти звуки, которые лично во мне, человека, не музыканта, но который слушает музыку, вот, считай, даже до рождения, я такую жизнь представить себе не могу. Медуси, ты сама хочешь играть. Давай. А, так мама не может. Подожди. Нет, сперва мама. А потом ты давай. Теперь ты. Бум. Ну, вот так, аккуратно. О, молодец! Лида играет. Лида, а как птичка поёт? Смотри. А как мишка ходит? Да, мишка ходит. Как котёнок. Ну что, маме дашь её немножко позаниматься? Нет, ты уже не дашь. Я вообще перфекционист. Я обожаю делать всё руками. И даже когда я готовлю или делаю что-то по дому, по-моему, я всё равно остаюсь скрипачом, музыкантом. По крайней мере, так мои родные говорят, что мои руки, они всё равно работают как-то по-другому, чем у нормальных людей. Мишка ходится в голове. Я вообще перфекционист, но если, например, что-то не получилось, ну, например, торт на день рождения детям, я всегда пеку сама торты, и что-то не вышло, форма не вышла, или какой-то там бортик кремом аккуратно не нарисовался, я никогда не буду плакать, рыдать, выбрасывать готовый торт, расстраиваться. Нет, моментально я найду художественное какое-то решение оригинальное, превращу недостаток в достоинство, в какой-то изящный живописный беспорядок или остроумное художественное решение будет найдено, и всё будет подано на стол в лучшем виде. Вот это мой стиль вообще в жизни. И это, конечно, идёт от скрипки, естественно. Сейчас пойду Касю скрипкой мучить. Не обращай, мы с тобой тюдик поиграем. Сальчиком соль мы играем, помнишь? Сальчиком соль мы играем, помнишь? запомни там же ты положение ручки не меня ты держи сон и рэ пальчик готов оси оттягивается нас носит а третий пальчик он висит на своем месте вот ты убрала скажи ты сделал ты сыграла соль и убрала руку не а этот висит на своем месте понимаешь конечно и так и висит он оставляю там ну вот так и живем слушаем хорошую музыку иногда и бесплатно то что мы и желаем вам постараемся выходить в эфир как можно чаще до свидания